Как и в прошлом году, увиденное заставило нас хотеть больше. Вне всяких сомнений CD Projekt Red знают, как подогреть интерес, хотя качество как самой студии, так и ее игр делают это сами по себе. Тем не менее, давайте поговорим о Cyberpunk 2077, Night City и путешествии в Пацифику, потому что все заинтригованы и хотят увидеть, что же нас ждет в грядущий Cyberpunk. Итак, с самого начала нового демо мы оказываемся в новом районе Найт-Сити под названием Пасифика, который мог бы представлять собой словарное определение изобилия. Огромные башни, высотки, привлекательные заведения и многое-многое другое завлекали бы людей со всех концов света. Но теперь тут живут беднейшие из беднейших, отчасти это место, куда даже полиция и корпорации не осмеливаются сунуть свой нос. Скорее всего, у вас возник резонный вопрос, что же мы тут делаем, но у нас есть дело. После хорошей беседы с Призраком, или по крайней мере цифровой манифестации нашего близкого друга Джонни Мнемоника Сильверхэнда, нам необходимо связаться с лидером банды под названием Вудуисты. По сути, именно они правят Пасификой, поддерживают ее настолько стабильной, насколько это возможно, но не все так просто. Банда, известная как Животные, прозванная так за их уважение грубой силе и использование любых инструментов и агментаций для ее увеличения заняла часть территории Вуду Бойс. Обычно они таким не занимаются, что же заставило их так поступить? Именно это нам и предстоит выяснить. Сказать, что вас попросили это сделать, было бы слишком щедро. На деле у нас просто не было выбора. Также вам не дают решать, давать ли доступ к своей микросхеме, мозгу, не знаю, к чему-то там у вас в голове. Ладно, чего ходить вокруг да около, вы же не хотите слушать про сюжет, а узнать обо всем сами. Куда интереснее, как же Cyberpunk 2077 выглядит и играется? Давайте не будем подбирать слова – это, пожалуй, самая красивая игра из ныне существующих. Еще сильнее удивляет, что в ней будет открытый мир и насколько же он красочен. Страшно представить, какое железо стоит в том звере, на котором создатели запускали демо-версию. Есть сомнения, что консоли смогут передать такую же четкую картинку, особенно, когда дело доходит до открытого мира и передвижения по нему. Итак, главный герой быстро запрыгивает на мотоцикл и нам показывает вождение и переключение радиостанций, попутно объясняя, что в полноценной версии вы сможете часами ездить по городу, просто слушая музыку, разыскивая дополнительные задания и занимаясь, к чему душа лежит. Конечно же, при выполнении заданий такой легкомысленности не было. У нас есть дело, его нужно закончить, так что вперед. Самое время отправиться на базу животных, дабы понять, почему они захватили территорию Вуду и что было в том самом фургоне. Проникать к банде можно разными способами. Нам показали как стелс, так и прямолинейный подход. Для этого разработчики создали двух персонажей с разными способностями. Один представлял собой скрытого нетранера, второй… ну, второму просто нравится выбивать дерьмо из людей. Этот класс называется Соло. Подобное разительное отличие между персонажами было быстро объяснено, такими их создали лишь для показа игрового процесса. В полноценной игре вы сможете создать персонажа согласно своим личным предпочтениям. Вы вольны совмещать что хотите, фокусироваться на чем хотите и кибернетически улучшать своего протагониста так, как вы сами того пожелаете. То, как игрок решит развивать и улучшать своего героя, будет иметь огромное влияние на доступные вам возможности, даже в таких простых делах, как проникновение в здание. Итак, разработчики решили не пытаться штурмовать центральный вход, убивая всех подряд, а незаметно зайти через черный вход. Нам показали, как игрок, имея определенные способности, сможет обернуть окружающий мир в свою пользу. Например, вы можете отключить камеры наблюдения, заставить вендинговый автомат рассыпать банки с газировкой, дабы отвлечь охранников, перепрограммировать робота-боксера, чтобы он вырубил одного из бандитов, или же резко увеличить вес на штанге, чтобы она раздробила чью-то голову или глотку. Другие способности включают невероятно острый слух, телескопическое зрение и многое-многое другое. Такое чувство, что их просто бесконечное количество. Тем не менее, даже этот заточенный под стелс-персонаж может быть чертовски эффективен в бою. Нанохлыст – безжалостное оружие, которым можно буквально отрезать конечности у всех, кто решит на вас напасть. И снова-таки, если вас не заметили, нанохлыстом можно пользоваться словно продолжением себя, взламывая мозги врагов, заставляя импланты работать против своих хозяев. А что, если ваш персонаж любит применить немного грубой силы? Не волнует камера наблюдения? Что ж, все просто. Почему бы не воспользоваться своими кибернетически улучшенными руками, чтобы найти другой маршрут, попросту сорвав с петель огромную стальную дверь? Где-то на этом моменте мы смогли увидеть перестрелки на коротких дистанциях. Вне всяких сомнений, Киберпанк 2077 наслаждается своим насилием, не боясь показывать внутренности. Само оружие звучит и стреляет так, что сразу становится понятно, вы держите в руках нечто серьезное. Сложилось впечатление, что все происходящее может слегка погрузиться в хаос. Шикарно выглядящий хаос. Вы скользите по полу, перед этим разбежавшись до нечеловеческих скоростей, разбивая кулаками и взрывая всех, кто встает на вашем пути. Окружение разрушается, превращаясь в кучу хлама, по воздуху летают тела. Выглядит просто отпадно. Это совсем не значит, что мы не заметили кое-какие проблемы, но игра все еще находится в разработке. Например, вражеские NPC явно совершали ошибку при передвижении, но это, несомненно, будет исправлено к релизу. Немного возвращаясь к сюжету, доступным вам выбором. Как и в прошлом году, нам показали, что игрок волен предать нанимателя из Вуду. Вы сможете объединиться с агентом из Netwatch, именно он управлял животными, попутно используя их в качестве своей личной охраны. Пока невозможно сказать, как подобные решения будут влиять на будущее героя, но вне всяких сомнений, без последствий не обойдется. Ключевой момент. Прохождение этой миссии заняло у разработчиков 50 минут. Ее с легкостью можно пройти и за полчаса, и это задание одно из многих, которые вы сможете найти в шести районах Найт-Сити. Как и в Ведьмак 3, Cyberpunk 2077, несомненно, будет просто гигантской игрой. Благодаря увиденному за последнее время, мы с нетерпением ждем выхода очередного шедевра от CD Projekt. Релиз запланирован на 16 апреля следующего года на ПК, PS4, Xbox One и Stadia. А что вы думаете о Cyberpunk 2077? Ждете игру? Расскажите в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами. Смотрите и играйте вместе с нами.